Всем тропический привет! С вами снова чудный канал Тропикал. И сегодня в этом видеоролике я бы хотел рассказать о том, как обустроить контейнер под террариум для днистого эубольфара, либо же просто для леопардового дниплера. Ну что ж, начинаем! Итак, ребята, ну что ж, в этом контейнере лежит всё, что нужно для террариума. Итак, самое главное при создании террариума из контейнера сделать проточную вентиляцию. Просто открытый верх не поможет. Ну что ж, давайте же приступим к комплектующему нашего террариума. Тут у нас буковая щепа. Стоит она недорого, покупал я её просто в магазинах, она во многих магазинах продаётся. Стоит недорого, в общем-то, и красиво смотрится. Дальше у нас идёт кокос. Это сухое укрытие у нас будет. Вот такой вот кокосик. Я его делал сам. То есть видно, что он немного кривой, но тем не менее довольно-таки симпатичный. Также здесь у меня лежат камушки, которые я брал с Лакуинской пещеры. Вот, и вот эти вот камушки все прокипятил я. И на них нет никакой заразы. Я их уже раза два покипятил. Ну что ж, следующий фактор это паилочка. У меня вот такая вот паилка. Купил я её просто в зоомагазине. У меня почти у всех животных такая, кроме ящерицы. И вот такая вот влажная камера. Самодельная, как все делают чаще всего. Контейнер и в нём бумага, точнее салфетки. И здесь вот в крышечке немного кальция. Ну что ж, давайте же приступать. Итак, для начала нам нужно засыпать буковую щепу. То есть вот такими вот движениями... Так, фокус-чет пропал. Так, вот такими вот движениями просто всыпаем буковую щепу в террариум. Сейчас я вот ускорил. Просто весь пакетик засыпаем и всё будет нормально. Теперь разравниваем и освобождаем место под дырочки, чтобы дырочки было... То есть в дырочек шла вентиляция. Так, дальше тоже делаем, разравниваем всё, чтобы получилось аккуратненько. И такой вот ландшафт. Теперь берём камушки и ставим их в тёплый угол. Почему именно камушки? Потому что от термоковрика нагревается... То есть камень при тепле, он долго нагревается. И потом долго отдаёт тепло. Ну, то есть от него долго идёт тепло. Делаем вот такую вот горку камушков. И просто ставим теперь укрытие в тёплую зону. Вот сюда, вот куда-нибудь поставим. Да, примерно вот так. Что-то типа того. И, в общем-то, его блефар будет греться либо на камушках, либо просто на щепе в тёплом углу. Что ж, вот так вот поставили кокос. Неплохо. Хотя что-то... Нет, давайте его маленько переставим вот так вот. Да, всё. В принципе, вполне себе хорошо, красивенько смотрится. Так, теперь давайте поставим влажную камеру. Она у меня уже просто увлажнена. То есть там салфетки. И теперь ставим её в холодный угол, чтобы вода меньше испарялась. Вот так вот её куда-нибудь ставим. Всё красивенько получилось. Так, теперь нам необходимо поставить паилочку. Паилку ставим куда-нибудь, тоже в холодный угол, куда-нибудь сбоку. Ну, например, вот сюда вот, да. Примерно так. И, в принципе, уже получается неплохо. Давайте ещё поставим кальций куда-нибудь посерединке, чтобы он мог подходить и лизать его. Вот такой вот классненький получился террариум. Вот так вот это выглядит. Влажная камера, кокос, щепа буковая. Всё очень красиво смотрится. Террариум небольшой, красивенький. На первое время подойдёт. Примерно до 4 месяцев я подержу его в нём. Потом переселю в другой какой-нибудь большой контейнер. Вот так вот он выглядит. Довольно-таки красивый, опять же. И симпатичный. Стоит, причём, недорого. Вообще прям обошёлся мне фактически в 0 рублей. Ну, а там примерно всё, даже, наверное, рублей в 100 не вышло. Ну что ж, запускаем геккона и облефара. Вот такой вот симпатичный геккончик. Морфа, там что-то с танжерином связано. И он линять будет ещё, и окраска будет меняться. Вот такой вот симпатичный геккон. Красивый, довольно-таки. Вот такой вот. Ну что ж. Вот такое вот прикольненькое видео. Такой террариум неплохой, контейнер. Террариумом мне всё-таки это сложно назвать, так как, ну я не знаю, многие критикуют, говорят, что это не террариум, а просто контейнеры пластиковые. Но тем не менее, довольно-таки неплохо смотрится. И больше всего людей содержит облефаров именно в контейнере. Вот такой вот. Так, теперь нам осталось только залить водички в миску, и всё. В принципе, он готов уже полностью террариум. Под дно поставить термоковрик. И будет всё полностью готовенько. Вот такой вот симпатичный геккончик. Террариум тоже неплохой. Вот такой вот геккон. Ему сейчас около трёх месяцев. Опять же, повторюсь, морфа что-то с танжерином связанное. Ну и давайте я вам вот сейчас несколько кадров покажу. Фотосессия такая была. Ну что ж, просто наблюдайте. Продолжение следует... Ну что ж, ребята. Вот такой вот прикольненький видеоролик сегодня получился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, с вами был канал Тропикал. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok